Двойная радость появилась у семьи молодых родителей Анастасии и Владиславы из Новоалтайска. Малышкам Таисии и Веронике уже 5 месяцев. Нянчиться с девочками маме помогает ее брат Егор. Папа сейчас трудится на железной дороге. Расходов на подгузники и смеси уходит в два раза больше. И чтобы было чуть проще, семья подала заявку на получение ежемесячных выплат на первенца. Мы были на лечебной смеси. Конечно, это дороговато. Особенно на двоих. А так, как мы на обычную смесь перешли, стараемся. Конечно, сейчас не с такими ценами. Пособия выплачивают за первого ребенка. Больше 12 тысяч рублей. Девочек в семье две, поэтому выплату оформили на старшую Веронику. Она родилась на минуту раньше. Но мама добавляет, бюджет распределяет на всех малышек одинаково. На питание, так как я не кормлю грудью. У меня нет молока. На памперсы, на развивашки, на бассейн. И мы стараемся ходить. За второго ребенка родители получили материнский капитал. Его они вложили в жилье. Семья и дальше продолжает строить свое гнездышко. Поэтому такие выплаты – хорошая поддержка к основному доходу молодых семей, говорят представители соцзащиты. По отзывам наших посетителей, молодые семьи, в которых родился первый ребенок, конечно же, для них это большое подспорье. Семья, в которой родился первенец, может обратиться в соцзащиту по месту жительства и подать заявление на выплату. Она предусмотрена до достижения ребенком трех лет. Документы можно подать и через госуслуги. Это те семьи, в которых средний душевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае. Такие меры финансовой поддержки реализуют по нацпроекту «Демография». Правда, пока в крае такие выплаты смогли оформить только 19 тысяч семей. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.